Нефть вновь ушла в красную зону, хотя во вторник настроения у трейдеров заметно улучшились, а котировки Brent в моменте прибавляли 2%. Рубль оказался невосприимчив к движениям на нефтерынке. Сегодня давление на российскую валюту усиливается. Страны ОПЕК+, на декабрьской встрече в Вене, могут обсудить вопрос о дополнительном снижении объемов добычи нефти. Эта новость стала своего рода глотком свежего воздуха. Трейдеры начали открывать длинные позиции. К утру среды активность на рынке нефти заметно снизилась. Настроение испортили данные отраслевой организации об увеличении товарных запасов топлива в США. Цены на Brent снижаются, но остаются пока в пределах 59-й фигуры. За баррель эталонной марки дают 59 долларов 45 центов. Пока нефть торгуется ниже 60 долларов за баррель, идея покупки для трейдеров выглядит при этом неубедительно. Рубль вчерашний день начал хорошо, но завершил в минусе. Сегодня давление на российскую валюту будет возрастать, тем более что предложение ОФЗ на аукционах будет ограничено планкой в 30 миллиардов рублей. К тому же появились предпосылки снижения ставки Банком России более чем на 25 базисных пунктов. Пара USD-рубль торгуется в узком диапазоне вокруг отметки 63.70. Так как доллар в последние дни демонстрировал слабость, трейдеры стали обсуждать его возможное снижение до 63 рублей к концу недели. Теоретически это возможно, но в текущих экономических условиях валюте США явно место в районе 65-66 рублей. Вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и увидимся позднее. До свидания.